так у нас все записывается выставляется в интернет вы знаете знаем не против не это против я слушаю вас говорите на смотрите на тихо у меня к вам такой есть вопрос ну я как бы читаю библию там занимаюсь немножко и у меня есть такие вот смотрите вопрос такой состоит о пасхе нашей ну допустим у нас паска как происходит мы идем берем там ну корзину самим летом то что идет очень счастье потом идет это правильно делается и не все-таки написано в библии как написал христос христос написал так я ваша пасха объясните мне этот вопрос пожалуйста как это правильно если если мы говорим как правильно то смотря что мы ищем вот я простой вопрос ваш перефразирую на другое мы встречаемся здороваемся как правильно hello или буду добрый день здравствуйте как можно поздороваться рукой поздороваться или помахать адью сказать ведь и сколько вариантов так это это напоминает о пасхи об этом ничего христос это не евангельское установление но она пришла из предания люди как-то отмечают 7 недель постятся если говорить о берите как сектантах они постятся им разницы нет они страстную пятницу лопают и мясо и все у них нет а то чтобы был пост как у мусульман даже такого нету православных так отмечается но это к пасхе никакого отношения не имеет просто к празднику но так принято и это никак не вредит вопрос вредит мне это или нет я например пасху не не пеку приносит я и даже не до меня не не надо это я привык на сухарях жизнь но я не могу сказать что это не надо и вред а какой вред хлеб посвященный все праздничный обед спасибо мне как раз это вопрос его как бы для меня и еще такой вопрос есть о крещении детей многие многие разговаривают что там крещение младенцы нельзя потому что там взглядом ну ты должен быть и еще такое как вы как на это смотрите и дело это в англии написано что если такие вопросы задают можно им ответить а конкретно вопрос какой о крещении детей то есть можно ли крестить детей в младенческом возрасте разные есть варианты но однако лучше крестить а почему мы даже по порядку ветхий завет апостол павел горит закон имел тень будущих благ вы с этим согласны но мне нужно точно знать чтобы вы назад уже не пятились ветхий завет был тенью прообразом того что будет в новом завете согласны вот это воскресенье до обрезание да ака агнес это христос агнес положили на жертву и жертву них крест там был ковчег здесь божья матерь там в ковчеге лежало слова здесь внутри божьей матери был сын божий слова все имеет тень будущих благ так что ребенка обрезали восьмой день а раз восьмой день обрезали то и крест восьмой день почему потому что беззакония и зачатьях и в грехе родила меня мать моя 50 псалом 7 стих и дальше книги его 14 глава 7 стих прямо говорит кто родится чистым от нечистого . не один не один кроме сына божия иисуса христа если вы нечистые в корабль церковь нечистая не войдет а корабль ноя прообразовал церковь будущего века вот мы сейчас в этом веке живем и понятно что самого напрашивается а там сегодня ребенок еще не понимает обещание буду золу доброй стоимости не может дать ребенок в израиле ничего не понимал восьмидневный еврейчик он ничего не понимал но его обрезали а если не обрезан написано истребиться душа та из народа истребиться так ребенок виноват тебе не надо рассуждать бог сказал нам не надо не думать еще надо исполнять только а смотрите объясните мне такое что если вы смотрите первая комиссия на 7 глава 13 и 14 и жена которая имеет мужа неверующая неверующего и он согласен жить с нею не должен оставлять ее ибо неверующий муж освещается женою верующие и жена неверующая освещается жена и мужем верующим и иначе дети ваши были бы нечисты а теперь святым хорошее толкование дает мартин лютер одна верующая сторона крестила детей дети очищены от греха первородного так и было в советское время тайна бабки крестили внущат своих а теперь дети были бы нечисты почему нечисты а если кто чистый от нечистого не один повторяю его 14 7 все может я запишу я себе книга его 14 глава чтобы не ошибиться я сейчас еще раз гляну давайте и его можете открыть да перед книгой псалтыри и и и я прочитал я читал 4 стих 4 кто родится чистым отчизне чисто вопрос не один 14 4 да не один раз не один но не чистый они чистое ничто не войдет в небо написано и поэтому он ощущается от первородной родительской скверны дети рождаются уже сиф родил сына по подобию своему не по образу божию по подобию написано а почему нам не надо чамкать нам надо признать вот я просто простой пример говорю вот допустим человек залез в сад к богатому человеку залез и своровал одну один плод там яблоко или грушу сколько ему дадут срок да нисколько он там съел написано пазуху не клади вы ничего не так но когда ева вкусила господь и знал израиль и умерло уже 100 миллиардов людей это не вообразить нельзя плод сорвала ничего там не было и умерло написано водами все умирают водами а во христе все живут 100 миллиардов только до миллиард мы никогда не видели мертвых а то 100 за всю мировую историю да я ваши ролики немножко смотрел уже изучил вас страну так что немножко знаю и еще такое но смотрите есть такие понятия но священники разрешают одежда будем говорить я считаю мое личное мнение такое что жена должна быть с косинкой обязательно платье длинном короче юбка и не всегда она должна проходить не только в церковь а одесса что они говорят допустим что можно идти то есть только в церковь как обычно а штаны на такие будние дни можно в штаны ходить это возможно невозможно почему второзаконие 22 5 стих прочитайте второзаконие 22 5 что если на женщину мужская одежда говорит одевается мерзость мерзавка это мерзавцы ходят 25 и 22 глава 5 стих 22 глава 5 стих об этом же мы считаем в канонических правилах книги правил книга правил мы православные у нас еще книга есть которая рекламентирует нашу жизнь я носил а зачем лазала здесь женскую одежду мужчине это говорю сидят пьяницы пьяницы а похмелиться нечем я иду они вот ой ой сегодня голова трещит я горят и мог бы сейчас юбку надеть и по городу пройти а зачем я тебе бутылку дам да нет на меня заплюют понятно в юбку не хочет одеться а женщина сама одевается почему потому что она бога не знает женщина если она молится она должна быть платке и такие женщины только у рамзана кадырова ну и конечно в турции везде они все время в платках а про платье длины не написано но написано чтобы она должна быть одета прилично прилично конечно не так что и надет и не значит надет она или один не одет а платки а платки четко ясно сказано жена молящиеся с непокрытой головой постыжает свою голову она бесстыжая поэтому она не должна поток снимать никогда и не поздне зависимо от того девочка это маленькие на руках у матери грудной ребенок вы у нас посмотреть его дети у тебя с детьми занимаются как мусульманки хиджаб там брак идет одеты как нам не надо говорить там хиджаб или что-то это русская форма так всегда носили а мусульмане для нас в этом пример дают очень хороший но так и что такое воскресенье можно ли работать воскресный день там допустим на работе такой или все-таки душе своей никакой разрешается только три работы три запишите себя сторож сторож пастух и врач все все больше никому не разрешается а а если случился по какой-то ветер там крышу сорвало дождь идет тогда ты воскресенье покрой ну вот на первый день пасхи вообще ничего нельзя сделать но человек забрел весь обовшивишь и все и она и стопила баню и помыла его и это защищено как святость любовь превыше всего понятно и что такое на тихий вопрос посмотрите я как я как бы женатый ну я женился четыре года назад я еще не утвержден был православный верный ну как все я говорю откровенно ну и когда меня постигло это слово меня начала интересовать книга библия начал заниматься плотнее этом но я женился у меня жена баптистка у меня брат не венчаный это считается был дом или нет видите вы были неверующие с нее спросится зачем она за вас вышла будущей баптисткой с нее спросится с вас нет она еще не была крещена она только хотела креститься ну значит плохие учителя у нее были они же даже были рассказать по ихному то что она церкви а это не церковь это ересь секта ересь поэтому позаботься чтобы жена была православной вы нещать из церкви христовой вы на украине живете ну вот на украине там найдите где храмы московского патриархата были теперь там они там что-то греческий варфоломею московский патриархат это где на старославянском языке так и не не старославянский а церковно-славянский у нас так у нас батюшка священник он на таком на таком идет у меня прям селе ну вот так и вместе с женой поговорить и скажем да это благодатная патриархия они законны все и нам не надо смотреть где то что то ездит на музей на лимузинах как какая тебе разница на чем они ездят а может они на танки ездят но а конкретный вопрос это считается блудом если в таком браке живешь или все-таки не считается вот пока вы были неверующие не считалось потому что вы не под законом были но вот вы стали верующие теперь будет считаться то есть необходимо необходимо а жена будет против но поработать с нею и скажи я тебя не заставляю там бросить все мы знаем был такой атеист владимир ильич ульянов он бог это не верил но надежду константину ну крупскую до него не допускали пока они не помещались и он пошел церковь помещался оба они коммунисты неверующие но они помещались потому что по-другому ей не разрешали к нему поехать конечно надо быть верующим я к этому не призываю и все таки жена должна смириться потому что истина у вас а не у нее а если бы она была православной вы баптист я бы вам сказал примите православие и пойдите повенчайтесь это церковь который бог основал в первом веке они так баптистам и церковь до чем ты 1609 году христос на землю сходил ну где мы баптисты в третьем веке где были в четвертом веке где пусть назовут одного хотя бы ни одного нет не было и не было и потому что ну адвентисты седьмого дня 1841 год на день раньше были не было никто и не знал тут не надо обманывать они шуршат в траве говорят как змея если я в детстве был крещеный но и я крестился и у меня тоже я ее тоже покрестил у нас как крещение происходит окропление обман обман хохлядский обман это католичивание написано крещение крещение переводится только тауфен баптизен погружение другого перевода нету во всех языках стоит и был погружен крещен это по русски взяли образ страдания слова крест ли так понятно зачем говорят крестил там где было много воды на иордане какой много то и зачем на иордан идти да побрызгал да и все погружение и евнов написано восьмой главе мы считаем восьмой главе мы считаем я не апостол и евнов и пилипп оба сошли в воду оба сошли в воду да ну давай посмотреть чтобы проверить это давайте деяние апостола подкрывайте так мне кажется что восьмая а у вас что нет тут это так мы считаем это восьмая глава и и вот такое сейчас его мы откроем то между тем они продолжали верующий и приказала сошли оба воды 38 стих да ага и приказала становиться по леснице и сошли оба воду и филипп и и евну и крестили так зачем заходить он бы водой бобрызгал ладошкой то но нету это или это еретики так делают и главное баптисты в полное погружение крестят старообрядцы в полное адвентисты в полное и только православные дурят от католиков набрались этой ереси но он не но говорят печать дародухскость от того тоже отримается как бы получается получается так что я не крещеный нет не крещеный не надо получается оба сошли в воду и что тут доказывать то это новый завет зачем он сходил в воду то оба сошли в воду больше ничего не надо говорить это просто они дуращат народ неверующие попы безбожники 50 апостольское правило говорит если крестить не в три погружения да будет извержен то есть его сразу надо убрать священника то запретить как говорят за хвост до в яму конечно креститься православной церкви тоже то найди такого сначала священника который будет с тобой разговаривать на эту тему он если ты хоть краплены все равно крещеный то это обман это не написано дело больше ты делаешь а слушайте запишите еремея 4810 до еремея пророк 48 глава 10 стих откройте его давайте откройте 4810 вот это на заучите наизусть и священнику покажите скажи вот тебя что ждет но вслух считайте 4810 а так подождите и еремея 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 40 близко 48 10 стих 8 так 48 10 стих шальян проклят проклят кто дело господне делает не небрежно то есть бог назначил умереть быть посещенными на майдане убитыми где угодно и ты не думай там сказать господи не надо он не виноват нет ты проклят будешь не трожь меч господний над ними занесен они проклятые дело господне крестить конечно дело господне а он не крестит кисточкой машет ну что на это сказать еще нельзя ну да то есть получается просто у меня какой вопрос я же я не против я только за я бы хотел покреститься полное погружение но я думал и всегда думал что не будет ли это мне грех что может быть я крещен и еще раз и иду креститься и вот вот ты не был крещен не был не был крещен сам себя не мучай зачем обманать гнилые подпорки поставлять то погружение не было погружение это крещение какое погружение от одевший был он стоял кисточкой махал чего он махал дочь создавал он не делает дело он тут проклятый он проклят от одеть него у меня когда дочь крестили стояла такая чаша большая он ее брал куда начал и на нее так вот обман надо вот вы смотрите как у нас крестят священник берет ему рот зажал и под воду вынорвал второй раз третий раз троекратно полное погружение они не крестят и в россии такой почему с украины понаперло это толстоморда такие приезжают бороды бритые смотреть противно у нас ну так я видел священников тоже это я тоже не одобряю посмотри даже вот сейчас тихо на шивку нового он же не старый поставили митрополитом какая у него борода димитрий смирнов то или села чаплин то борода то не такая густая а он и не трогает он бога боится на бородио то там торчат волосинки одни а это перед богом красиво как изобретатель радио изобретатель радио попов у него там борода то смотреть не на что другое дело макаров и этот был адмирал бог борода или ульва толстого удостоевского но это ко всем людям относится на бороды так написано об этом не порти края бороды твоя от еще портишь бог так сотворил он знал дал знак мужчине что ты хозяин не будь подкаблучником ты сказал все жена должна выполнить но разумно тут не глупая советы давай мужчина голова и вы пережено не отвечаете конечно не измена ничего нет вопроса мужу глава христос я ему только отвечаю она не имеет права меня учить написано учить жене не позволяю не властвовать над мужем но быть безмолвии но какая же нападет на это особенно то у нас у с украины хохлушки называют того они вредные такие непослушные до того они ну не послушная вот рассказывает даже как рассказ такой она вышла за узбека но он торгует а она где-то работает или что то то он пришел домой и говорит знаешь у меня сегодня настроения нету вот когда у меня так вот до глаза на надета тюбетейка то ты знай мне не хорошо это лучше ко мне не подходи она тогда руки в боке и но если у меня косынка будет боком плевала на тюбетейку все равно нас летит с тебя вот я знаю у нас тут есть они все на у оканчиваются фамилия на у женщины вредные такие вот сколько знаешь ну послушай их нету прямо молишься господи смири ее притом хочет чтобы мужик подчинялся ехал туда куда она поедет из мужика делает не тряпку а подножную тряпку еще затеет у по-своему мамку слушается понятно я сейчас как раз где-то поеду домой не знаю я сейчас не дома я на я выезжаю на заработки я работаю плотником а где где работаете этой поза украиной нам говорили когда мы миссионерская поездка была говорили в польшу очень трудно проезжать таможню а мы были там самое короткое было до того понравилось и дороги такие но деньги берут часто потому что они строят дороги то есть я выписал все по всем странам европы скандинавии прибалтики и ничего не сошлось я не отрицаю так может и есть у них но мы верующие мы молились и с нами все по-другому к нам руку протягивать самые жадные вот деньги дерут везде это украина я с вами согласен нас очень но это наши я считаю это наша вина самых людей если люди стали помолились богу если попросили бог был смирил и было бы может быть все по-другому а мы ропчем на власть мы хотим кого-то свергнуть нас постоянно не устраивает не то надо начать себя а потом уже кого-то даже вот посылаешь посылки книги мои выписывают с украины такую стоимость на почте берут как будто в америку посылаешь а украину мы никогда не отделяли от себя это мы одни один народ одна нация мы поэтому украинцев никогда не считали другой нации другой язык просто исковерканный у них они там под польским ригом были русский язык исковеркали это не язык отдельный какой-то я в россии тоже проработал семь лет или восемь у меня так принято нас так постоянно выезжали назад я в россии тоже работал семь лет уже стало там немножко похуже и решил по европе поездить поработать немножко ну слава богу но для господу все пути открыты хорошая работа у вас плотник очень нужная она занимает третье место это второе второе место нет третье в списке значимых первое земледелие второе там галантерей одеть одежду господь дал и третье жилища строить это очень нужно вы выходите в первую тройку я с прораб и поэтому мне все это известно я хотел у меня было такое желание в молодости пойти на прораба прораб инженер ну у меня к этому было всегда желание учиться вот так пошло что я уехал на на работу потому что и все тест сдал уже надо было можно идти было учиться а я за это все забросил и пошел работать и так и не стал никем ну все равно я я стал я научился про практика это все делать уже а что у вас фамилия означает как переводится я не знаю у меня я знаю дед румын был он умер давно фамилия пуик через через ваше и а у нас и и буква но пуик пуик а что означает я как бы не интересовался ней но это не украинская фамилия нет не украинская у меня бабушка живая 84 года она говорит это румынская фамилия ну надо спросить румынов когда встретитесь проект поинтересуетесь чтобы соответствовать своей фамилии может чего-то же приобретете нового говорю вроде бы все у меня таких вопросов не надо было своим господь с миром вам спасибо христос есть если там какие-то будут еще там вопросы вам когда или через сколько можно позвонить будет через месяц вы в какой в какое время звонить вы знаете да да 4 до 4 по москвы но это не считая не считая допустим субботу когда мы церковь идем тут надо учитывать это воскресенье как раз я работаю в понедельник с понедельника по субботу так в основном а воскресенье ну вот занимаюсь ну не работаю если дома хожу церковь а тут пусть и католической церкви и не на нашем языке не понимают я так библию почитаю себе помогусь по своему а что там в польше разве нет православия ну где я это живу мало мало очень мало я спрашивал насчет православных действий никто не говорили вроде бы что нет здесь какая то есть одна ну она как то есть еще не разведывая уже тут четыре месяца ну сначала был четыре месяца а сейчас опять за заехал на месяц потому что виза только на месяц осталась и хотел разведать и как-то не получается мне все католические церкви здесь они все 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 католические ну католиков то тоже можно поучиться чему то может быть есть занятия немного польский язык получить ну польский язык так можно получить на воскресенье это не ходите а почему не сходить в костел не помолиться ты по-своему молись стандарт в уголок да и молись можно конечно один бог то это настоящая церковь но только там много заблуждений но они церковь у них рукоположение сохранилось от апостола петра они настоящая церковь православие это старообрядцы белокринецкого и древле православное сюда входят православие все автономии все где рукоположение сохранилась католицизм старый католики новокатолики тоже это второе третье григоряно-армянская апостоличная да она называется апостоличная она на 600 лет раньше возникла чем русская так и копты и сирийцы коптская и сирийская там еще кого-то называют это все туда кому-то относили коптом или сирийцам я туда не могу поехать исследовать я беру из литературы вот все пять за этим нет церкви там только ересь а то динаминации конфессии это сатана прикрыл слова ересь вот спрашивает какой ты конфессии а ты должен правильно спрашивает а какой ты ересь и относишься людям людям когда своей семье встречаешься ты их спрашиваю они говорят а я вот такой конфессии а ты спроси нет какой вы ересь и относитесь он скажет там адвентисты седьмого дня там свидетели иеговы да разные-разные тысячи названий легионы отойдет жизнь православной церкви ни у кого не было таких святых как серафим саровский антони великий и он златоуст блаженный феопилакт я стараюсь у меня все у меня вот так весь рот ну получается православный у меня бабушка очень тоже православная на 5 84 года года она у меня очень тоже просто она всегда нас наставляет и домой говорит надо ходить в церковь надо молиться буму такая бабушка у меня одна осталась живых остальные и дедушка есть у меня тоже дедушка 70 лет но он я за него молюсь конечно он упаковывал пока бабушка родная жила ходили все в церковь все было а потом он женился на свидетели его и он сейчас пошел туда и крестился уже ужас какой и я ему я ему же там местописание говорю ну и показывал он говорит да все однако пишет девушка говорю то не едет причастие ну кто не пьет крови не едет но причастие по нашему то есть не наследует царство написано в библии я читал просто не могу вспомнить где это написано 6 глава 54 стих евангелия от иоанна давайте сейчас откроем до евангелия вы просто запишите вот давайте открываем шестую главу вот давай давайте открывайте 53 54 стих два стиха 53 54 запишите вот считайте и библию перевод только синодальный берите другие даже в руки не берите а у меня у меня все библии синодальный ну вот это хорошо молодец дальше считаем 53 стих да иисус же стал им истинно истинно говорю он если не будете есть плод сына человеческого и пить кровь его то не будете иметь в себе жизнь я души плоть я души мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь в последние дни да правильно все верно а если что если что этому стиху где повторение попутно так чтобы я себе написал выписал а потом изучал себе а что еще нужно найти не я имею ввиду чтобы потом этому еще и от какого-то евангелия там может быть написано диана там или от макфея от руки вот так написано больше нигде не написано то в первом послании коринфян где он пишет но там по-другому ну да ну да чтобы недостойно не причащался кто недостойно причащается крови и плоти пьет и есть себе осуждение так что нужно быть очень осторожным приготовиться жить в исполнении заповедей божьих ходить на исповедь к священнику на исповедь и все покаяться все это знают у нас я подошел тогда к священнику я ему сказал я хотел причаститься как я крещеный считался этот вопрос я конечно буду еще разбирать себе и буду просить ну я бы конечно хотела тоже еще полное погружение попроситься если так осуждение мне точно не будет а вот у истиления надеюсь будет и получается так я когда подошел к священнику и сказал там как мне правильно это сделать он мне сказал надо неделю подготавливается ну то есть без ничего это ай а три дня говорит дается если больной человек там ну там сильно какой-то больной и три дня там не не кушать мясо ничего и потом уже на исповедь и причащение вот так у нас хорошо и такое еще и после когда ты уже причастился ты можешь уже все что хочешь укушать всю пищу или все-таки нужно этот день воздержаться от пищи нет но есть календарь в календаре написано когда что можно есть среду и пятницу среди даже вот сейчас сегодня масла растительного нет а раз раз нету то и не рыбу нельзя ничего про молоко мясо даже говорить не надо надо календарь купить и там каждый на каждый день расписано это есть истинные православные я вам сейчас скину когда кончим говорить я скину вам где моя книга находится к истинному православия к истинному и там много тем я над этой книгой 40 лет работал выбрал все по всем допустим бродобрития табакокурение о библии окрещение покаяние все есть там все и вы найдете там сразу ткнете несколько раз в книгу когда она откроется уже оглавление от оглавления смотри какой тебе надо ткнул и дальше тема пошла высокого качества у меня труды это не я делал и моя только книга они так сумели сделать ее программисты хорошо буду очень благодарен еще я скину вам вы там все найдете что святые отцы говорили каноны если мы православные мы должны это соблюдать мы верим на святую соборную апостольскую церковь они выдуманную когда читаешь верую ну это молитва там слова веры во единого бога отца святого творца небо и землю я еду апостольскую церковь апостольская церковь получается 1 вы если никуда не ходите сами как-то не с кем советуются вы не согрешите если помолитесь зайдете у католиков станьте то есть и никогда не спорь а выйдешь на улицу спросят а там кланяйся все по православному то они будут видеть и будут говорить вот зашел молодой человек православный а смотри-ка как он верит они хорошие люди я и знаю я я насчет такого не то есть не такое мышление что если я пойду какую-то даже доски бакистов или кого-то там слово божие послушать я знаю что я греха не буду иметь я просто для себя и буду исследовать так само и не в католическую церковь если пойду я не буду иметь греха это понятно просто у меня такое ну что если я пойду а я их ниже языка не знаю немножко мне тяжело будет а ты к богу пришел бог тебя поминать и про себя молись а проси за жену за детей чтобы все было благополучно чтобы родиться свыше и быть вадимым духом святым проси и кланяйся больше поклонов я не там делают и так что точно на лоб точно где у тебя пуп направо на плечо точно на левое они там куда попала подмышку и поклон полный в землю если можно а если воскресенье то поклоны земные не делается то что в пояс а в пояс так чтобы рука могла пол достать они сидят а ты стань станет помолись никому не мешай вперед не лезь и сзади ты не понимаешь он говорит а ты за него помолись может быть он через это заметит тебя ну и может быть он по-русски понимает у тебя уже будет кто-то кто будет с тобой беседовать никого не презирай а а если католиков нет а извините что вас перебил конечно а что делать если сочинники будут отказываться ну то есть еще раз будут они все равно я так знаю что они будут настаивать ты крещен ты там города духа святого получен это все и отказываться что делать искать искать вот мы мы об этом рассуждали не надо на это смотреть воины если несколько лука канонизированный сейчас которые приходили моченые не обрызганные а погул и он заново крестил на горе афон монахи вообще это лжекрещением считает и заново крестят православное православное я говорю а гора афон афонские монахи это известные уже так что хорошо и детей тоже когда прессе крестить тоже надо полное обязательно обязательно ну а вы я ваш видел ролик вы там говорили что когда когда крестится баптисты так крест это неправильно это это положение в агроб а вот так вот православ в воду при ноги согнул поднялся как христос на кресте мы в смерть христа смерть христа крестились а это не смерть а в положение в агроб он умер стоя они даже этого не понимают я ваше видео я ваше там смотрел ролики о крещении где у вас там да у вас крещение выбор бороду то бреете бороду ну не полностью ну так не надо трогать не задевайте бритву выбросьте вы будете потом жалеть об этом зачем под женщину подделываться я не меня насчет этого никак никак не как мужчина это его честь его власть понятно христос был с бородой апостол с бородами пророки все с бородами ну еще у давыда слуги пошли когда камнона то у них пол бороды обрили а чтобы они обрились они были бритой то и они были обесчещены это хуже изнасилования дочь якова была из населено год она была обесчещена а когда борода отригли очень обесчещено обрили очень то То есть это хуже изнасилование? Это в царствах пишет, второе царство, там я не помню, когда слуга Давида. Да, 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 да. Там царь на ас умер, а сын там, ему подсказали, что это шпионы пришли. И он насмеялся, одежду наполовину отрезали. Ну и война началась, и тысячи людей погибли из-за бороды. Ну, добрый день, Игорь. Все, хорошего. Все, оставайтесь, здравый. Во славу Божию. Вот. Аминь, все, аминь. Во славу Божию, все, вы кричаете. Во славу Божию, до свидания.